Категорический привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы слышите Лёшу Халецкого. И это продолжение моего ФФА-сериала, отборочной игры в одном из моих ФФА-турниров. И в этой игре я играю за Индию. Если вы смотрите не с первой серии, то крайне рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу. О, японец использовал музыканта, нифига себе на моей территории. Сейчас он меня туризмом задавит. Ну, а всем остальным приятного просмотра дальше. В общем, продолжаю я тут давить на японца, но проблема в том, что у него в прошлой серии, если вы помните, появился иностранный легион. Правда, пару юнитов я успел убить, но армия у него есть. Вот в чем проблема. Правда, ему войну и голландец объявил. Но что-то я не вижу особой атаки с его стороны. Все юниты японцы тут стоят. Слушайте, у него очень большие всякие бонусы на защиту на самом деле. Так, ну, ученых надо сжечь. Сжечь ученых! Сжечь одноглазую ведьму. Пойду в Икскомы. Алькинди. Сейчас, сейчас я сжег самого Алькинди. Ну, перетаскиваю постепенно парашютистов. Чтобы можно было на территории японца высаживаться и там ему все грабить. Алькинди, я думаю, сейчас многие заинтересовались. Это математик известный арабский. Ну, вообще, в математике именно арабы очень многое привнесли. Начиная с цифр, собственно. Я хочу попробовать еще дальше поставить крепость. А, вон, смотрите, есть генералы-японцы еще. Ну, просто не факт, что он его будет использовать. Ну, в том плане, что не факт, что он будет ставить крепость. Я бы на его месте его хранил, чтобы бонус войскам получать. Перебрасываю, видите, самолеты. Просто очень много юнитов у японца. Ими их надо как-то уничтожать. А с помощью самолета лучше всего. Я его юниты вижу, обстреливая. А он ей ничего не делает в ответ. Да, ну и до сих пор непонятно. Отошел и перестал видеть. Странно. Подошел, начал видеть. Ну вот, как раз пригодились все-таки линкоры. Буду тут перехватывать юниты японца. Чтобы он бедного грека не вынес окончательно. Да, ну и еще раз повторю. Смотрите, у японца как минимум три ресурса урана. Три. Все на его территории. А где... Мое, и мне очень повезло, что я решил Токио захватить. Благодаря этому я получил уран. Хоть какой-то. Блин, гатлинги с одному выстрелу убиваются. Он там поставил, смотрите, противосамолетные батареи. Опаньки, пошла атака на... На мою крепость. А я все самолеты использовал, что ли? Нет, вот еще один... А, вот тут у меня самолетов куча. Это он зря, конечно. Видите, мне сейчас гатлинга не надо добивать. Он же добьется все крепостью. Да, что-то тут атака пошла. Серьезное. Может отвезти генерала, чтобы не потерять. Так, во-первых, мне надо защищать уран мой. Да. Так, вот тут он моего генерала не видит, но при этом генерал действует на все мои юниты. Лечимся. Лечимся. Да. Накопил он армию. Так, надо добивать этих Проблема в том, что, видите, там У него вот это РСЗО Ну, против Самолетов, она действует В радиусе двух клеток Вот он сейчас подвел И вот как мне вот этих Чуваков убивать без единого Мне бы хоть один истребитель нужен Ну, вот я ядерную ракету Беру за закрытие Рационализма Собираюсь ее купить Вы знаете, я ее куплю в Токио, наверное И скину вот на эту армию японца Тогда точно ГГ ему будет У него просто не останется армия Блин, два генерала у чувака Уже Вполне может Отжать Отжать у меня Крепости Так, по правилам турнира Двух ученых, которые появляются с Хаббла Нельзя сжигать Это специально сделано, чтобы Слишком все не летели в это чудо Ну, я Хаббл построил Потому что, ну, во-первых Две академии все равно не помешают Это плюс Ну, где-то в районе сотни науки Станет Во-вторых Ускоренное строительство Частей корабля Кстати, обратите внимание Какая пангея у нас странная получилась Такая какая-то Как Бэтмен Как знак Бэтмена Блин Все Бился Наконец-то А-а-а Убили мой Бомбер Еще у него там тоже стоит уже Противосамолетная штука Ну, или Истребитель Не, про истребитель было бы написано Что у меня истребитель перехватил Но он, походу, и не вышел еще в них Не, лучше самолеты не терять Ну, может попробовать вот этим Полностью здоровым самолетом Такого Не, все равно убьет, мне кажется Он там пришел генерал крепость ставить Все-таки У нас еще есть правило Что парашютистами Можно высаживаться только в первой плане таймера Но Это имеется в виду на чужой территории На своей территории я могу высаживаться Когда захочу Когда он там уже уран обработать? Я хочу Быстрее купить ракету Ракета будет тоже в двух клетках В радиусе двух клеток От места попадания Так что можно вот кидать на ту клетку Где стоит Противосамолетная фигня И заодно Киото заденет Поставил все-таки крепость Вообще В принципе Совсем уж прижмем это Могу сейчас генерала просто крепость поставить на уран И уран как-то сразу мне присоединится А прижать может Как-то он тут так Конкретно идет вперед Можешь у лириста стрелять? Окук нос Какого командириста? Я его не вижу Вот что началось Так Все Могу чувствовать, что он с одним хп Могу покупать в принципе Ну Следующим ходом Он не может никак разграбить этот уран Следующим ходом Я должен уничтожать его Эту армию Нет Блин Два самолета Потерял Зато он потерял А блин Я только сейчас высадился парашютист Ё-моё Ещё один самолёт Что-то Шип 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 Что-то мне тут за окном петарды взрывают. Что-то я затупил, не купил ракету. Что-то я затупил, не купил ракету. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Блин, сейчас я потеряю уран и все. Ему достаточно крепость поставить. Правда, этим ходом он не может ее поставить. Почему я в конце прошлого хода не купил ракету? Непонятно. Но я сейчас хочу в конце хода купить, чтобы он не видел, что она у меня куплена. Ну, потому что сейчас он уран никак меня пока не может отхватить. Слава богу. Ему не емко. ПОДПИСЫЕ ВСЕРХ. ПОДПИСЫЕ ВСЕРХ. ПОДПИСЫЕ ВСЕРХ. ПОДПИСЫЕ ВСЕРХ. ПОДПИСЫЕ ВСЕРХ. И мы это скидем. Ну блин, накопил где-то армию этот японец. Ну, ему-то, конечно, проще, у него же тут все его города рядом. Так, а мне мою армию сложно туда подводить. Уже есть ядерное оружие, но не во все города проведена железная дорога. Уже рабочие просто не особо нужны, тут я все обработал в этих городах. Можно и удалять потихонечку. Ладно, пора покупать. На всякий случай еще и истребитель. Куплю, потому что я сейчас скину ракету и надо будет, собственно, столицу захватывать. У него же армии не будет. Надо сразу выбрать ракету и сразу скидывать. Ну вот на эту клетку, чтобы киото задеть. Не вся армия уничтожена, но ее только три юнита останется. Правда, и один мой тоже умрет. И так. Ну. Тыдыщ. Все. Сейчас мы файтером отключим эту перехватывалку. Эээ. Ну, самолетов в киото, по идее, быть не должно уже. И должны все быть сейчас уничтожены. Так, отлично. А нет, три самолета, смотрите. Типа в киото три самолета еще есть. Ну, что там, грек отбился? Кносос не берут. Все, что ты на своих кидаешь, да? Пришлось пожертвовать несколькими юнитами, но зато практически вся армия японца уничтожена. Так, что это вот это плывет такое голландское? Ну, хотя два, два мне не страшно. Так, зачистим небо. Никого не встретили. Можно эту штучку убивать. А, вон еще. Уланы бегут. Фух. Отстоял уран. Это очень важно было. Правда, самолетов что-то дофига. Ну, я тупанул на ход, позже купил эту ракету. Зачем-то обстреливал юниты, которые под защитой противосамолетной штуки. А, что тебе? А, я на Виттенберг попал ракетой, поэтому мне войну объявляют. Так, тебе надо идти в крепости как-то назад отбивать. Ванидзе строит проект Манхэттен. А у него, кстати, уран есть. Ну, а ему еще... Он отстает от меня по науке. Так, блин, кажется, ты умрешь. Так, теперь этого. Давай, пока он не разграбил. Отлично. Все, от всех юнитов отбился. Пора Киото захватывать. Бедняк, он там все этот Кносос пытался еще одного повел. Ну, я бы, честно говоря, и дал японцу Кносос захватить, если бы у меня не были лишними там линкоры. Линкоры. Все равно зафига линкоров. Надо их, как-нибудь, расформировать, что ли. Хватит ли мне сейчас самолетов Киото? Ну, уже в Киото самолетов не видно, кстати. Может, он их перекинул Грека там брать? Блин, как-то меня волнует вот это количество линкоров. Ну, как? Вообще, немного еще. Это немного линкоров у голландца. Ну, я думаю, всем понятно, что захватив японца, я должен сразу на голландца нападать, потому что это мой единственный остающийся соперник в игре. И мне бы это очень хотелось сделать до того, как голландец выйдет в ядерные ракеты. Да, мы тут играем без атомных бомб. То есть ядерные ракеты можно, а атомные бомбы нельзя. Пользуйтесь 2GIS для выбора товаров и услуг. Аптеки, магазины, маршруты и другая детальная информация о городе. Подробнее на сайте 2GIS.ru 2GIS, если быть точным. Ну, я параллельно, видите, еще и программу Аполлон строю, но тут, по-моему, все быстрее решится захватом, чем... Следующим ходом, по идее, кего-то должен браться. А может и этим возьмет, собственно... О, отлично. Зашибись. И статуя свободы ко мне перешла. Ооо! Вот только ради статуи свободы всю эту войну стоило затевать. Но мне еще и с ураном подфартило. Ну, видите, все, пошли уже молоточки от специалистов. Сразу. 417 сразу производства. А было меньше 300. Вот представьте, как статуя свободы круто работает для людей, которые играют через свободу. Так, ну и как мне теперь захватывать голландца, собственно? По морю тупо будет. Походу мне надо захватить еще один город японца и через него уже идти на голландца. Вот реально мне просто повезло, что тут есть уран. Иначе бы японец отбился. То есть за счет того, что я немного лучше по науке, чем он, и у его города, который я захватил, был уран, благодаря этому я смог уничтожить его армию и в итоге захватить его. Так, а что-то уже лаборатории сразу есть. Ольгам, Биг Бен, отлично. Очень неплохо. Мамзолей гиликарный. Ну, сейчас, правда, 100 золотых уже не так круто. Но у него неплохие чудеса, кстати. Очень даже неплохие чудеса в этом городе. А, Брюссель, смотрите, Брюссель. Это он захватил Брюссель когда-то. Поэтому он на этом внутреннем море не ставил. Там была эта ГГшка мешала ему. Да, а ниже Киото, конечно, грустные места. Там как-то грустно было бы город ставить, честно говоря. Да, это он правильно. Смотрите, вот, откровенно говоря, вот в этой игре, если уж так говорить, то соперники слабоваты. И, пожалуй, вот единственный, кто действительно, ну, соображал хорошо – это японец. Ему просто не повезло с расположением, с местностью, с расположением, а так вполне. То есть в том плане, что он в центре находился. Ну, и еще я бы на его месте вместо того, чтобы на меня, вот так я пошел на Сиан. Японцу вместо того, чтобы за Сиан впрягаться, ему надо было намного раньше Афины забирать. То есть вы же мешаете сопернику не только в том случае, когда вы с ним воюете, но и когда вы с ним одно развитие имеете. А вот смотрите, японец довольно долго со мной имел одинаковое развитие, но при этом он грека забрал намного позже. То есть ему реально вместо того, чтобы воевать со мной, вот идти через всю эту местность, через Виттенберг, Ур, ко мне, чтобы воевать, ему надо было как можно быстрее грека захватывать. Он бы получил очень неплохой бонус к развитию там. Возможно бы уже я от него отбивался. А с учетом того, что уран только у него, то у него вообще было бы все в шоколаде. Но он вместо этого решил зачем-то Сиану помогать и напасть на меня в тылу. Причем во время моих уникальных юнитов. Не самая лучшая идея. Нет, если бы он прямо рядом со мной находился, было бы неплохо, но... Ладно, сажаем уже в голландские города. Что он там, линкоры строит. Ну, блин, эти города надо японцу забирать, а, вам не знаю, Сатсуму, Афины, Спарту можно оставить. Но Осака и Брюссель мне нужны для похода на голландца. Ну, тут... Все красиво, конечно. Для меня. 264, 240. То есть на 6 технологий отстает голландец. Как минимум. И для того, чтобы ему привезти ядерную ракету, ему же не авианосец нужен, а ядерная подводная лодка. Даже если он скинет на меня эту ядерную ракету, я не думаю, что он может захватить Дели. Сверху ему две надо скидывать, а вторых... Он еще юнит... О, кто-то у меня тех успел. Пойду-ка я под лодкой плавать. Ну, то есть, чтобы я... Чтобы я мог видеть его под лодки. Ну, может мне не мешать? А, все-таки захватил Кносос. Остался Каринф у Грека. Один. Японец со мной воюет, но про Грека не забывает. Не знаю, зачем я прокачиваю эти линкоры уже. Не будешь я Кносос отбивать? Не, ну я не буду брать Сацуму. Пускай там уже Японец с Греком сам разбирается. По моему мнению, Японец тут даже второе место заслужил, а не третье. Ну... Просто вот у него местоположение такое в центре. Я со своим соседом расправился, чтобы мне с другой стороны никто не мешал. Ему надо было с Афинами тоже быстрее расправляться. И он бы, возможно, тогда Ирокеза бы попилил вместе с Галом. Получил бы еще какие-нибудь города Ирокеза. Что он там... Вот Ирокез даже ближе к японцу, чем я. Но вместо этого Японец ходил зачем-то ко мне, чтобы помешать в войне с Ирокезом. Это... Понимаете? Ну, две логики должно быть в моем представлении о правильной игре в ФФА. Есть смысл защищать какого-то игрока, то есть впрягаться за него. Если его захват тебе пойдет в минус, и ты никак свое положение улучшить не можешь. Если же Японец мог захватить в это время Грека, то лучше бы он занимался захватом Грека. То есть и я улучшаюсь за счет Сиама, и Японец улучшается за счет Грека. Вот такая геополитика. Может, я не прав, поправьте меня. Но я не считаю, что вот в ФФА игре всегда хорошо мешать чему-либо захвату. Если у меня есть армия, и я могу захватить другого человека, а в это время там кто-то еще захватывает третьего, то, по-моему, логично, чтобы двух людей не осталось в игре, а мы оба усилились. А то поможешь... Вот иногда, знаете, бывает человеку помогаешь в игре, а он потом в конце игры против тебя что-нибудь начинает делать. Какой-то инженер уже у Роттердама. А он порядок же принял. Так он может будет сейчас... Ну я хочу бомбоубежище построить. Потому что даже две ядерных ракеты с городом с бомбоубежищем, ну это не страшно. Тем более, что я через свободу играю. То есть мне загрязнение клеток особо не повлияет никак. Ну, нету смысла мне апгрейдить этот фрегат. А то я... Он давно мне там стоял. Блин, долго я его не замечал. Мне надо пару бомб сейчас, пару ракет сбросить на голландца. Вот надо дойти. Надо захватить эти города японские, чтобы мне было проще оттуда сбрасывать. Так, ученый семь ходов. Вот и инженеры не предвидятся. Голландец там какие-то инженеров держат для, видимо, деталей космического корабля. Неужели он верит в то, что он в космос улетит? Естественно, надо не забывать проводить концерты на территории тех стран, на которые вы скидывали ядерные ракеты. Всегда вот выжившие после ядерного апокалипсиса любят послушать новую группу Виталика. Поэтому мы Виталия специально позвали создать группу. И группа Виталика сейчас выступит на руинах Осаки, где-то там Хиросимы и Нагасаки. Ну, сейчас как бы я типа нарушаю правила не высаживаться во второй плане таймера. Но тут дело в том, что таймер такой огромный, а у соперника нету просто уже армии, что это без разницы. Но он, естественно, может возразить и тогда придется сейв грузить. Ну, тут тот вариант, когда нарушение... О, у него там, смотрите, варвары еще под Брюсселем. Когда нарушение правил ни на что не влияет. Вообще, надо, конечно, горячими клавишами пользоваться. В данном случае кнопочка P, английская высадка парашютистов. Но, как я вам видео показываю, чтобы вы понимали, что я там делаю... Добил парашютиста. Ну, кстати, там видно за счет истребителя, между прочим, сидящего в Токио. Вот. Поэтому я там вижу, что рядом с Сацумой. Сацума почти как Цусима. Сацума... ну прокачиваю подводные лодки именно чтобы с одного выстрела его подводные лодки убивать голландцы имею ввиду если они поплывут ко мне то есть у меня задача просто не подпустить подводную лодку с ядерной ракеты и создаст на расстояние запуска ракеты по моей столице он-то конечно может и внизу по льдам проплыть но это будет очень огромный крюк это довольно много ходов так что если он поплывет то напрямую и 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 не долетает до брюсселя придется в осаку перекидывать ну или в кионе в киото наверное стоит лучше музыку еще отбить могут ну брюссель как вы понимаете я не буду освобождать брюссель будет моим городом и с него и начну атаку на голландца и а и и и и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Что я даже с своими 28-ю туризмом давлю на него так? Так, ну что, время брать Брюссель. Ну, блин, наверное, за один ход не получится. Естественно, ядерную ракету на него сбрасывать не стоит. Ну, следующим ходом возьмем. Не страшно. Это Улан бегает, этот варварский. Ну, тут многовато территорий у них как-то свободная. Может, тут города Иракеза были, которые голландец сжег? Продолжение следует... Прям хочется даже медицинскую лабораторию начать. Ну вот, нафига мне сейчас уже отъедаться по-хорошему? Юниты, юниты, юниты. И все, захватить весь мир. Ядерный угар Ганди. Ну, конечно, я не настолько очумелый, как обычно компьютерный Ганди делает. Просто немножко... Мне просто не сносит крышу от ядерного оружия. Немножко держу себя в руках. Но слегка, немножко держу. Так-то хочется весь мир в радиоактивный пепел. Субтитры сделал DimaTorzok О, убил голландского шпиона. Это очень хорошо. Так, ну что, давайте Брюссель брать. Брюссель брать. Перекидываем ракету сюда и, наверное, на Гранд Ривер. Так, так, так. Считаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ну, до Роттердама даже долетает. А он строит атомные электростанции. Роттердама. тут у меня сеть подводных лодок которые полностью контролируют все проплывы ко мне а зачем человеку с интересного что он планирует успеть построить с помощью с еще на величие продукцию для чего реально реально по ходу собирается улететь в космос думает я не успею на него напасть опять торговец опять я не уследил в принципе тут я уже уверен что игра выигранную тут как-то мне не страшно так не успел ну что сейчас полетит ядерная ракета на голландию один клочок свободного мира остался без внимательного взгляда ганди покупка частей за золото но тут я думаю до космического корабля не дойдет уже еще одна ядерная ракета 2 ядерных ракеты может следующим ходом подождать сразу 2 сбросить подлодки за один ход строится ну чисто такой подвод юнитов а Продолжение следует... 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 А второе, он сам себе немножко подгадил В том плане, что ему надо было не на меня нападать тогда А той армии попытаться забрать Грека Тогда он намного раньше бы получил тот бонус в развитии Который он потом в итоге все равно получил, захватив Грека И он смог бы со мной на равных как-то общаться Тем более, что я вижу по территории Он мог еще и попробовать города Иракеза Вместе с голландцем захватить какие-то Еще отмечу тот эпизод Когда я в договоре отдал Сиаму его столицу Случайно, не заметив Я просто сейчас записываю уже после выхода той серии Прочитал ваши комментарии Ну, конечно, очень много людей пишет, что все нормально Сиам молодец, так и надо делать Понимаете, тут просто вопрос в некоторой вежливости, что ли Когда-то на заре сетевых игр, года два назад Это было сплошь и рядом Когда предлагали в предложениях отдать город Который тебя раньше захватили и прочее То есть, я к этому привычный был Но просто с тех пор уже много времени прошло Это просто как считается таким, знаете Bad manners, то есть плохие манеры Вот такое делать Вы правильно говорите, что нету в правилах ничего подобного Это своя собственная невнимательность Поэтому я и не требовал загрузки сейва Но при этом не повозмущаться этим Ну, почему нет? Никто вам не мешает Нету такого, знаете, в правилах, что ты не можешь громогласно пукнуть Или ковыряться в носу в людном месте Но это просто плохие манеры вот такое Так делать И в данном случае это просто не стратегия Это не, ну, не помогает, что ли, победить Ну, а здесь я все-таки в итоге забрал обратно этот Сиам И мне это помогло победить Ну, а вам спасибо, что досмотрели этот сериал до конца И через несколько дней начнется следующий Слушайте, будем до конца играть? Или может уже распределим места? Нет? Я готов Я тоже Это кто ответил? Голландец и грек? Да, да Не знаю, против Голландец и Япондец нет Голландец и грек? Да А Япондец сюда не может Опять нету в этом? Ну, вот так, как сейчас в таблице Все согласны? Или ты, Дарвил, хочешь третье? Ну, какой тут третий? Не знаю, что тут можно обсуждать, честно говоря, но Леша отыграл настоящего индуса с ядерными Да, да Ну, на самом деле, мне тут очень сильно повезло Оказывается, весь мой уран, который у меня есть, он у Токио То есть я захватил Токио А, нифига И потом оказалось, что там три месторождения урана На моей территории урана нету вообще А, то есть это не план был, оказывается, да? Не, ну план был японца затормозить Потому что, ну, блин, у него со статуей свободы очень классно все было А ты, голландец, хотел в космос улететь? Нет, я хотел открыть лодку и приплыть с ним тоже Ну, я с институтами, конечно, профукал все Я закрыл буквально не данный рациональный Ну, ты бы не приплыл, я вот все море контролирую Не знаю, куда ты хотел приплыть Вот такой, тем более, такой маленький проплыв Небольшой, его легко он контролирует Я японец написал вам, да Ну, все, всем спасибо Контролируешь в плане лодки или в плане там много кораблей Я просто плавал, у меня свободы будет, чтобы там больше ход Много подводных лодок у меня там А, я понял Да, весело, конечно Ладно, спасибо, Лёш, всем остальным спасибо Кто меня японцу за то, что гонял во всей карте Спокойной ночи Спокойной ночи Спокойной ночи